Ну что ж, привет, мы продолжаем проходить с тобой Atomic Heart, и это уже ля финаля. Ля финаля. Ебать, это что? А, это кит мёртвый. Господи, я думал, что зубы, это рёбра. Да. Я так и сказал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Во-во-во-во! Так, на тебя-то ты не отражаешь. Ох ты, сучара! О-о-о-о! О-о-о! ТОВАРИЩ! Блядь! ТОВАРИЩ! 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 Сейчас мы играть, хотя у тебя уйти. О, типа подмышку, да, берёт? О-о-о! Вы в натуре ебанулись! Да в натуре ебанутый! О-о-о! О-о-о! Так, ну ещё! Давай тушёночку мы сейчас сожрём с тобой. Да чё, это какой-то пиздец, нахуй. Ага. Покажи чему обуть! Точка росы. Ачивка. Где-то хрень. А чё? А! Ха-ха-ха! Ебать прикол! Он просто не отображался. Ну блять! Непорядок! Чё-то дела-то такие. Чё-то дела-то такие. Опасная тварь. Думал, не справлюсь. И это ещё не самый сильный робот. Настоящие боевые роботы гораздо смертоноснее. Вам это известно лучше меня. Здесь нет боевых роботов. Пока нет. Но с запуском коллектива они появятся везде. И на двух таких будут установлены бета-коннекторы. Вы хоть представляете, сколько крови прольётся из-за чьих-нибудь личных амбиций? Да ты достал меня этими кольцами! Вам чего всем не имётся-то, кукловоды чёртовы? Всё! Ты доволен? Это было правильное решение, товарищ майор. Не сомневаюсь, оно спасло много жизней. Быть может, даже больше, чем я себе представляю. Надеюсь. Чё, так просто? Я думал, ты их вулкан понесёшь. Твою мать, неожиданно! Почему они замерли? Процедура извлечения кодов доступа из нейрополимерной памяти Петрова прошла успешно. Боевой режим отменён, роботы вернулись в стандартное состояние. Ты молодец, сынок. Не подвёл. Все, кому удалось укрыться и выжить, обязаны тебе своим спасением. Я горжусь тобой. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Что теперь? Возвращайся на борт Челомея. Пройдёшь медицинское обследование и отправишься в отпуск. А мне предстоит разгрести последствия всего этого. Вас понял, Дмитрий Сергеевич. Скоро буду. Вы ничего не сказали Сеченову о Филатовой. Всё-таки собираетесь встретиться с ней? Хочу посмотреть на эти её доказательства. Академику Сеченову это не понравится. А ты ему не говори. Ну хорошо, маяк. И где её искать? Лариса! Лариса! Да вот же дверь, хули орёшь? Где-то есть-то ебучие пироги. Вы доверяете доктору Филатовой? Я никому уже не доверяю. Но она хочет что-то важное сказать. А вот Дмитрий Сергеевич, напротив, темнит. Раньше товарищ Сеченов посвящал вас в свои планы? Не особо. Нужды и в этот раз, может, нет. Но вся эта история с Петровым. Шток пропал, а шеф даже ухом не повёл. Кругом трупы. Почему запуск коллектива так важен, что его хотя бы из уважения к погибшим нельзя отложить или перенести? Нет таких данных, товарищ майор. Нет данных. Вот и у меня нет. За ними и идём. Когда мне сказали, что мой личный маяк вырвут из земли и прямо с Сахалина роботами увезут в Казахстан, я подумал, что они пьяные. Но нет. Сейчас он стоит в тысячах километрах от океана. Как экспонат. И я с ним, как экспонат. Да, зарплата больше. Да, работы почти нет. Всё машины делают. А мы с ним вместе просто служим подтверждением, что нет для человека ничего невозможного. Да вот только... Блядь, что они тут так охраняют, что кругом пушки летающие? Так, не вниз, да? А вверху что у нас? Всё. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну и чё тут? Кресло, телек Я не так себе это место представлял А что вы представляли? Полагаю, что у этого интерьера есть какое-то назначение Ну давай Сядем О, ебаные пироги, чё за ху... Полагаю, нештатное ускорение вызванную взломную систему доступа к Евгоду Иначе доктор Филатер не смогла бы его запустить Взлом системы? Вот и да взламывались Кругом город друг Так вот он какой, Нептун Красиво Восторг Репчер Я даже не думаю, что творится в нем сейчас Товарищ Сыченов просил у вас явиться на челомере Как вы объясните свою задержку? Разберемся Сначала с доктором поговорим Но если вздумает бежать еще раз, пожалеем Устроил тут кошки-мошки Ну-ка, кит какой-нибудь проплывет А вон дроны плавают Зачем мы здесь? Чего ты хочешь? Стой, П-3 Просто выслушай меня Давай я покажу тебе ситуацию с другой стороны А дальше сам уже решишь, как быть Ты знаешь, как Сыченов собирается использовать коллектив 2.0? Для чего он нужен? После запуска коллектива Люди будут управлять роботами силой мысли И лишаться возможности гадить друг другу из-под тяжка Не так уж плохо Я тоже когда-то думала именно так Но реальность оказалась совсем иной Управлять можно будет не только роботами Сыченов сможет управлять всем, что является частью коллектива Коллектив — это колоссальное зло Это даже хуже, чем просто рабство Ерунда, обычная субординация Только распространенная на виртуальную сеть Что в этом такого ужасного? Пойдем, сам все увидишь Ну-ка Спрашиваю еще Где мы? Это Академия последствий Память и аналитический центр предприятия Главный архив Здесь изучают работу всех комплексов Делают выводы и прогнозируют сетку вероятностей Ближе к делу В Академии много интересных отделов Например, радио будущего Математически совмещая последовательность коротких волн и сигналов Удалось узнать, какую музыку и песни будут слушать через 50, даже 80 лет Но есть тут и очень особенный отдел Поведенческая психология полимеризированных субъектов Считается, что это добровольцы, но... Как ты сюда прошла? Почему дров и тебя не тронули? А я здесь работаю Работала Только Сеченов мог бы обнулить мой допуск А ему явно сейчас не до этого Я ему не угроза Меньше слов, больше дела И чтобы без гранаты тому подобных выходок Дернешься как-нибудь не так, убью без предупреждения Как хочешь Пошли Тратить время не буду Веди Так, оружие достать не могу, это плохой знак Ну что, готов? Отключить поляризацию Это что еще за сумасшедший дом? Кладбище разума Добровольцы, с которых начиналась нейросеть коллектив Первые экспериментальные группы погибли полностью Тридцатая сошла с ума Семьдесят третья покончила с собой Сотая друг с другом Двести четвертая Сама успешная Все выжили Их сознание находится в вымышленном мире Мы называем его Лимбо А тело тут Под полным моим контролем Хочешь им что-нибудь приказать? Зачем? Чтобы убедиться, что я не вру Ладно, пусть встанут в одну шеренгу Еще? Вон тот толстый, пусть попрыгает Ему полезно А только он А пусть прыгают все У нас же коммунистическое общество Прыгают, мать их, все! Дикость какая Че за дерьмо вы тут устроили? Блять Несчастные люди Нет А вот тут ты не прав С химической точки зрения Они абсолютно счастливы Это и есть коллектив Весь мир станет таким Только в полной версии Зачем Сечина у толпа идиотов? Хочешь сказать, что он мечтал Позабавиться над миром? Все будут бегать голышом И вести себя как животные? Нет Эффект деградации личности Удалось исключить Память, манера поведения Речь, навыки Все сохранится Люди не смогут избежать Лишь одного Полной потери Свободы воли Это надо остановить Остановить? Виктор пытался Но ты ему помешал А теперь, боюсь, уже поздно Да твой Виктор сошел с ума И убивал людей Он пытался убедить меня Что Сеченов обучает роботов Убивать еще на этапе конструирования Для чего? Для чего? Для чего Сеченов создал коллектив Как систему управления сознанием А эти нейроконнекторы Сеченов хочет поработить мир И если не понимаешь этого Прости меня, ты просто идиот Черт Шеф не может так поступить Может И поступит В понедельник Мне тяжело поверить в это Я помогу тебе Чтобы ты там не задумала Рискнешь пойти против Сеченова? После того, что ты мне показала Да Хочу услышать, что он скажет в ответ Разум заперт Изнутри П1 П2 П3 Разум заперт Изнутри Человека можно починить Чего? Что еще такое? Ты о чем? Ни о чем Перевариваю увиденное Пля, ЛГБТ пришли Почему ты мне помогла? Может потому, что мне не все равно? Да и не в тебе дело Ну или не совсем в тебе Если ты работала здесь, то Почему не пыталась Предотвратить это? Я верила, что это будет на благо На благо всего Союза А когда поняла, как все на самом деле Нужно было выждать удобного момента Мы рискнули с Виктором И вот Чем все закончилось Ладно, проехали Несмытоемы не выходят из Лимба Водите нейромедиаторы Срочно! В смысле? Мы... Мы тоже? Нормально Башка гудит в последнее время Приступы всякие Работа нервная Сама понимаешь Будет не больно, солдат Ты даже ничего не вспомнишь Что за хуйня произойдет? Приступы Это серьезно Ну я нейрохирург Могу помочь Если все хорошо закончится Да уж не надо На курорт съезжу пройдет Если все хорошо закончится Ладно Слушай Насчет Виктора Я... Что? У тебя не было выбора? Ты не мог поступить иначе? Или может быть тебе жаль? Что? Мне жаль А мне нет Должно быть Но Виктор Там по-другому уже бы не вышло Он... Да и не совсем он это уже был Я не хочу об этом Да как-то мне стрёмно Среди этих людей А, ну потерпи Скоро так будет во всем союзе А потом и во всем мире Поглядишь на общество Из вот таких Без собственной воли Знаешь Свобода воли не гарантирует Что человек не будет сволочью Ты что же Оправдываешь злодеяния? Злодеяния? Какие? Если это добровольцы То быть здесь В целом Их личное дело Меня это не касается Это чудовищно Так точно Хватит Не до болтовни Хорошо Наслаждайся видами Подожди Оружие достать не могу Да? Не могу здесь пошастать Товарищ Сеченов Интерфейс управления коллективом Должен быть перенастроен Только на контроль роботов Я не позволю Оставить функции контроля Человеческого сознания Виктор Мы люди науки На предприятии нет места Эмоциям Политике Исполняйте приказ Послушайте Товарищ Сеченов Я не вижу проблем В том Чтобы некий мудрый разум Задавал курс Для всех людей Мне в этом плане Не нравится тот Кого вы видите В роли Демиурга То есть Все дело В личном отношении Кто вам сказал Что вы достойнейший Из достойных А? Кто вас на этот постамент Истории поставил? Вы Чем лучше То всех остальных? Очевидно Вся эта сценическая Драматургия В театре Как-то особенно Повлияла на вас Полагаю Вы настаиваете На отказе? Да, именно Ну и что теперь? Убьете меня? Виктор Я не знаю Что вы там Себе про меня Придумали Но я Не опускаюсь До подобного Примитива Конечно У тебя есть роботы Так Здравствуйте Твою мать Как же достал Эта глючная хрень Ты видишь Цветы и пятна Перед глазами При этом Нарушается Восприятие Окружающего мира Да Ты знаешь Что это за дерьмо? Это Переход в лимбо Его невозможно Избежать Как ты сорвал его? Не знаю Меня словно зовет Вон тот кусок полимера Как большая слеза такая Вон там Над нами Видишь? Там ничего нет Как нет Если я вижу ее Прямо сейчас? Блин Уже не вижу Это галлюцинативная реакция Побочный эффект Вызванный Перенесенной тобой Операции Реакция поврежденного мозга На нейрополимерный имплант Какой еще нахрен имплант? Сичинов тебе не сказал То есть ты не знаешь Что с тобой происходит Храсс Че у меня с башкой? Ты понимаешь? Майор Я не фиксирую никаких внутренних изменений Однако Ваш полимерный расширитель Восход Отчетливо принимает Неустановленный поток данных Извне Что это за система? С кем ты говоришь? Хранитель знаний Искусственный интеллект Полимерной перчатки Не суть Храсс Ты о чем вообще? Храсс Да погоди ты Храсс Какие данные? Какой расширитель Восход? Полимерный расширитель Восход Разработан на основе Моих опытов И опытов Димы Сеченова Чего? Твоих опытов? Ты кто такой же Досичинов Для тебя Дима? Товарищ майор Все непросто Я Крас Да хули ты там трещишь? Че блядь происходит? Майор В руки себя возьми Если все что я думаю правда Я смогу сейчас получить доступ К архиву Там должны быть записи о тебе Бля Вот это интересно Назовите химия Персональный Код Доступ Да и бучие пироги Неверное имя Ладно попробую сломать Подожди Имя Харитон Родионович Захаров Код Муся Код принят Доступ к помещению Разлаки Храсс 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 Захаров Храсс Тарина Ты там как? Молчит Молчит Так Ахрасс Это выходит что? Не что А кто в каком-то смысле Если очень просто Это профессор Харитон Захаров Охренеть как просто Как это? Захаров? Профессор Захаров Занимался разработкой Под систем коллектива И вел исследование модуля Того что установлено в тебе Нам сказали Что он провел серию опытов На себе самому Результат оказался Непредсказуемым И плачевным На себе? Он что больной? Не был он больным Захаров был мизантропом Его интересовала только наука Думаю его тело Не казалось ему чем-то ценным И когда ты поняла Что Храсс Это Захаров? Да вот только что и поняла Когда он у тебя выключился Не знала Что его сознание Сеченов Сохранил в твоей перчатке Храсс По аббревиатуре догадалась Получается Храсс уже не человек Просто прибор? Не знаю Получается так С той разницей Что это прибор Основанный на логической системе И опыте Одного из самых умных Советских ученых И зачем он Сеченов? Да за тем Что Сеченов никогда Не выбрасывает что-то Что может пойти в дело Ему проще все изменить Под свои желания Полагаю ты это уже заметил? Забавно то что похоже Ты с ним сдружился Ну так Через многое пришлось пройти Да и я не без чувств Живой же человек И он Был Ты говоришь об этом Так спокойно? Харитон Родионович Для меня умер довольно давно Я достаточно по нему выплакала К тому же я ученый К смерти мы относимся более спокойно Чем к затуманиванию мозгов Как нам пройти дальше? Постоянный доступ в архив Есть лишь у небольшой горстки людей У Сеченова, у Лебедева Директор Академии И как ты мне удачно напомнил У Захарова Ха Муся И что бы мы делали Если бы пароль не подошел? Уверена ты бы разнес дверь Голыми руками Но он подошел И теперь архивариус Принимает меня за Харитона Родионовича Нам очень повезло Мы сможем узнать о тебе все Идем Да, да, да Я тоже хочу все узнать Здравствуйте, Харитон Родионович Какой вопрос вас интересует сегодня? Личное дело Агент П-3 В архиве найдено 42 аудиозаписи С какой начнем? Да по барабану, в общем-то Тогда нести любую Так Ну-ка Агент Плутоний Нынешний П-3 Был веселым и жизнерадостным человеком Что сыграло Ключевую роль В его назначении В составе Агентула Он был подающим надежды Оперативникам Однако по ряду параметров Уступал Многим кандидатам Но его позитивное влияние И то заразительно хорошее настроение Которое он вселял в сослуживцев Особенно на фоне Мрачного командира Кузнецова Послужило веской причиной Взять его в состав Как следствие Было лишь вопросом времени Когда между ним и агентом Блесна Вспыхнут более чем Товарищеские чувства Вот еще одна Да, 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 да Это часть опыта Вы не будете видеть никого Ни меня, ни остальных Итак, испытуемый Сейчас вы будете общаться С двумя девушками Их зовут Анфиса Это я И Ольга Здравствуйте Вам нужно пообщаться с ними И сказать мне Кто из беседовавших с вами Не человек А искусственно созданный Машиной голос Вам ясно? Ну да, ясно Можете начинать Эм, так Анфиса У тебя есть дети? Нет, к сожалению Но я планирую завести двух Года через три Когда закончу стажировку Хм, ладно И последнее тогда Ольга Вы бы могли убить человека Я? Эм, ну Не знаю Врага, если Агрессора То, да Да, смогла бы Если бы это было нужно Для защиты Родины Отлично Мы закончили Итак Как вы думаете Кто из общавшихся с вами Машина? Я думаю Это Анфиса Да А Ольга По-вашему человек? Ну да Логично Заметьте Я не сказал Что кто-то Из общающихся с вами Человек То есть Они обе Машины Скажу вам больше Никто из общавшихся с вами В этом тесте Не был человеком Эм Спасибо за участие Увидите Испытуемого Ну все Это пиздец полный Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чего-то интересного До одной пока хватит А я что Тебе буду подну их носить Что-нибудь На столько охуел Реабилитация длительностью около года сформировала из Нечаева совершенно нового человека с иными привычками и моделью поведения. К примеру, его нынешняя фраза «ёканные, скажем так, пироги» возникла после того, как один из медиков прокомментировал ситуацию с плутонием и блесной, как «чуть не сгорели там, как такие-то пироги». Нечаев, лежащий в коме, в этот момент вскочил и в припадке гнева едва не задушил лаборанта. Угуманить его удалось лишь криками «огонь», после чего агент бросился в сторону и потерял сознание. После этого случая данное нелепое ругательство прочно вошло в его словарный запас. Интересно, это какая-то психическая модель импринтинга? Ну вот, я всего лишь шутка-эксперимент. Небать тут всего. Уф-хуй! Уф-хуй! Продолжение следует... 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 Чипать, все больше и больше текста. На этой посмотрим, что. Операция по имплантации нейрополимерного расширителя функций мозга-восход. Цель – полное удаление деструктивных реакций, основанных на травматических воспоминаниях. Пациент – майор Нечаев. Кодовое имя Плутоний. Попытка номер три. Первые две операции прошли неудачно. Полностью излечить последствия тяжелых черепно-мозговых травм, полученных при событиях в Болгарии, не представляется возможным. Без кардинального вмешательства в психику пациент подлежит автаназии. Автаназии? Он хотел тебя убить. Лобные доли мозга частично разрушены, что вызывает у пациента вспышки неконтролируемой ярости. Наличие остальных имплантатов-конечностей делает пациента крайне опасным для окружающих. Это про твои приступы. Состояние травматического аффекта сознания пациента погружается в состояние сюрреалистической психотерической реальности, отказываясь принимать последствия агрессивного поведения. Я не понял. Можешь перевести, что он сказал? Тебе не понравится. У пациента наблюдаются тяжелые галлюцинации. Ты снова видел жену, сынок? А откуда? А откуда вы это знаете? Установка импланта «Восход» позволит обеспечить пациента искусственной памятью и устранит фиксацию сознания на образе погибшей жены. Жены? Бред, я никогда не был женат. Благодаря мозговому импланту «Восход» мы можем направлять сознание агента в вымышленный мир под кодовым названием «Лимба» в дистанционной подаче импульса напрямую в гипофиз. Таким образом, объект по команде переходит в боевой режим. Хочу добавить, что я категорически против. Что? Это какая-то чушь. Блять, этого не может быть. Боюсь, тебе придется в это поверить. Стоит Сеченова нажать на кнопку, и твое сознание отправится в маленький личный рай. А тело? А тело будет убивать всех, кого прикажут. Чертовщина какая-то. А галлюцинация – это что, тоже все Сеченова? Нет. Галлюцинация – это защитная реакция твоего мозга. Да какого хрена я вам всем должен здесь верить? Шеф бы не поступил так со мной никогда. Да, конечно. Например, не стер бы из твоей памяти, что ты был женат. Или не создал бы коллектив, как систему управления сознанием. Да кто сказал, что это именно Сечен? Там вообще не видно, кто в кресле сидит. Не веришь, спроси у него сам. Какой план, майор? Нас двоих ждут в Челомее. Чтобы остановить Сеченова, нам нужно ему подыграть. Доставишь меня как пленницу, а потом? А потом будем импровизировать. Вот такая правда, майор. Обдумай все, мне дай минутку. Я попробую взломать лифт, чтобы мы могли выбраться на поверхность. Угу. Ожил, падла! Майор, я... О произошедшем нет данных. Дурака ты из меня не делай! Желающих и так что-то много. Нет данных, нет данных, блядь. Ты все время был в курсе всего. Ты нахуях разом-то назывался? Ты же Харитон, сука, Родионович. Как ты это все объяснять собираешься, м? Да нечего тут объяснять. Ты, майор, для меня такой же храс, как и я для тебя. Посторонняя сущность. Сеченов сначала меня убил, потом превратил в не пойми что соплю полимерную. А тебе мозги промыл и манипулировал тобой, как хотел. Как я вам двоим доверять могу? Вот и прикинулся хранителем знаний. Наблюдать стал, кто ведь кто. Да я, может быть, так же поступил. Ну и что делать-то будем, м? А что тут остается, Серег? Мы с тобой сдружились и знаем всю правду. Теперь нужно попасть к Сеченову, устранить несправедливость и отомстить за все то, что он с нами сотворил. Что ж, твоя правда, Харитон. Исправедливость надо устранять. Вы хороший человек, товарищ майор. Мне жаль это говорить, но вы первый действующий образец рядового звена сети коллектив. В понедельник все, кто прошел полимеризацию, станут такими же управляемыми, как и вы. Твою ж мать! Да быть такого не может. Послушай, но ведь эту гребаную примочку устройства мысль, ее же можно просто снять. К сожалению, людям это ничем не поможет. Сделает только хуже. Это еще почему? Потому что ваши мысли – пустышка. Благодаря контроллеру мысли, сигнал полимеризированного владельца будет передаваться роботам и прочему оборудованию. Но не он делает человека частью коллектива. Мысль можно снять и просто утратить возможность совершать звонки и командовать машинами. Как же тогда Сеченов собрался держать всех в узде? Частью коллектива людей делает инъекция нейрополимера. Именно она встраивается в мозг и раз и навсегда сопрягает его с нейросетью. От последствий данной инъекции невозможно избавиться. Все, кто получит инъекцию, уже никуда не денутся. А у меня… у меня действительно была жена. Как ее звали? Екатерина. И вам не понравится то, что я сейчас скажу, товарищ майор? Я это уже слышал. Только вряд ли меня можно удивить еще чем-нибудь. Вы с женой служили в спецотряде «Аргентон». Катя была высокопрофессиональным сотрудником. С детства занималась балетом и достигла значительных успехов как в нем, так и в искусстве рукопашного боя. Балет и рукопашный бой? Ты что, хочешь сказать, что стальные близняшки Сеченова… Да это полная хрень! Шеф на такое не способен! Посмотрите на меня, товарищ майор. После моей смерти, мое сознание было помещено сюда. После смерти вашей жены, ее сознание спасти не удалось. Но отпечаток ее профессиональных навыков, Сеченов помесил в матрицу своих телохранительниц. Да это… Хуясе. Да ну нахрен, блядь! Такого быть не может! Эй, майор, я с деться, мрачняк пошел! Мы можем уходить отсюда! Да, конечно, пойдем. Мы готовы уходить. Да, идем. Все, идем. Кайму из 2.0. Мне искренне жаль, что тебе пришлось пережить все это. Твою ж мать! Опять началось! Нет, только не сейчас! Не здесь! Неужели он сейчас ее завалит? Блядь, да ну нахрен. Я-то думал, это будет финал, но нет, это не финал. Вот, сохранение. Так, на этом мы прерываемся. Продолжим в следующей серии. Всем пока!